МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я к чему? Лучше приходить, лучше звонить, лучше по интернету, может быть, или вообще через МФЦ? Хотя, я знаю, что там тоже нагрузка запредельная по предварительной записи, и сложно дозвониться. Как проще всего-то? Ну, да, сейчас действительно определенные сложности в этом смысле есть, и никуда мы от них не уйдем. Мы обязаны соблюдать ограничения, которые введены указом губернатора. В нашем управлении, так же, как вы упомянули МФЦ, ограничен прием граждан, то есть прием граждан осуществляется, он не прекращен, но граждане принимаются исключительно по предварительной записи, это во-первых, и во-вторых, только по тем вопросам, которые невозможно решить и невозможно гражданам заявиться в ином порядке. То есть в ином порядке это через портал госуслуг, через многофункциональные центры, в электронном виде, электронной почтой. Ну, например, когда нужно приходить, зачем это? Когда нужно приходить? Например, тогда, когда семья желает оформить удостоверение многодетной семьи, или, например, тогда, когда желает получить сертификат, желает распорядиться средствами сертификата, или тогда, когда меняются, ну, сейчас тоже в электронном виде это налажено, меняются реквизиты перечисления социальных выплат, то есть, ну, сменился счет у человека и прочее, прочее, вот, вот тогда необходимо приходить. Эти услуги не предоставляются, они не через портал, не через МФЦ. Отдельная категория, первое, это 65+, те, кто сейчас продолжается находиться на самоизоляции, вот, из-за пандемии коронавируса. Как изменилась работа с этой категорией граждан? Расскажите, пожалуйста. Ну, как и раньше, у управления социальной политики особое было внимание к этой категории граждан, потому что это пенсионеры, это граждане пожилого возраста, все это понятно. Сейчас их коснулось то же самое ограничение, что и коснулось всех других граждан, то есть, прием в управлении не ведется, по каким-либо вопросам, конечно, лучше же, лучше обращаться в электронном виде в управление. Значит, что касается, например, однозначно категория пожилых граждан, вручение знаков отличия Совет и Любовь. Если раньше мы всегда это делали, старались это сделать торжественно, во дворце, в ЗАГСе, в приятной обстановке, чтобы запомнили это не только сами граждане, не только юбиляры, но и члены их семей, то сейчас, к сожалению, это невозможно, все знаки отличия вручаются нашими специалистами на дому, то есть, мы выезжаем гражданам и проводим вручение. Что еще? Для этой категории граждан, вот в период пандемии, в период ограничений, осуществлялась непосредственно с участием специалистов управления доставка продуктов, доставка продуктовых наборов, конечно, это коснулось в основном малообеспеченных граждан, у нас граждане 65+, слава богу, тоже есть, и обеспеченные достаточно хорошо и не очень хорошо, конечно же, мы старались обеспечить все-таки тех граждан, кто действительно нуждается в поддержке, но эти продуктовые наборы, они предоставлялись единоразово, это были благотворительные акции, как правило, категорию граждан, кому они предоставлялись, оговаривали сами благотворители. Мы участвовали в этом смысле, мы участвовали, участвовали специалисты Центра Осень, кто работает с пожилыми людьми, вот вручали, ну, каким-то образом, вот такая поддержка оказывалась тоже. Кроме того, специалисты Центра Осень, которые осуществляют обслуживание, социальное обслуживание граждан на дому, это тоже категория пожилых граждан, они продолжают это делать, и с учетом ограничительных мер это делается граждане предупреждаются, гражданам разъясняется порядок ограничительных мер, что делать нельзя, куда нежелательно ходить, какие меры предосторожности необходимо соблюдать. То есть, вот это все через социальных работников доносится до граждан. Ну и, конечно же, социальное обслуживание осуществляется так, как и раньше. Я почему еще об этом спросил? 1 октября отмечается День пожилого человека, и в Свердловской области День пенсионера свой праздник вот к этим датам, к этим праздникам будут ли какие-то мероприятия, планируются ли они, опять же, с учетом того, что сейчас и массовые мероприятия проводить особо-то нельзя. Да, массовые мероприятия не проводятся, мероприятия запланированы, они есть, их достаточно много, общий список имеется, можно это посмотреть на сайте Управления социальной политики, на сайте Центра Осень, все это есть, но, конечно, большинство мероприятий пройдут в формате онлайн. То есть, ну, к сожалению, да, мы должны соблюдать все ограничения и думать об жилых гражданах, о их здоровье. А пенсионеры, я извините, перебью, они смогут участвовать онлайн? Как вот вы рассчитываете? Они вообще завсегдаты интернета теперь в Первоурайске? Ну, есть, конечно, есть часть граждан. Конечно, это не все, само собой, невозможно охватить 100% всех граждан, но есть, у нас ведь надо понимать, что в Центре Осень вообще очень много лет успешно работает школа пожилого человека, где как раз-таки обучают пожилых граждан компьютерной грамотности. Очень многие сейчас пожилые граждане в курсе всех новых тенденций и успешно пользуются интернетом, успешно. Поэтому мероприятия, которые запланированы, да, они будут проведены. Кроме мероприятий, которые можно посетить онлайн, поучаствовать онлайн, различные там концерты и прочее, прочее, ну, можно посмотреть весь список на сайтах, будут предусмотрены скидки в магазинах, это традиционно к этим праздникам, бесплатный вход, либо скидка в музей Свердловской области, то есть это тоже есть, это действует у нас на территории. Ну, вот, пожалуй, что и все. Ну, может быть, не все назвала. Хорошо. Вы говорили о мерах профилактики. Какие конкретные меры профилактики коронавируса действуют у вас в учреждении? Вот человек, допустим, все-таки приходит, если мы вернемся к этой теме, да, кому нужно прийти, с чем он столкнулся? Ну, во-первых, человек должен записаться на прием заранее. То есть мы должны распланировать прием граждан таким образом, чтобы они у нас не толпились, не сталкивались. Многие, конечно, ну, к сожалению, многие не хотят этого делать по разным причинам, нам не всегда понятным, приходят без всякой записи, требуют их принять. Мы стараемся удовлетворить, но при всем при этом правило есть правило. На управлении висит, управление в двух зданиях, на двух зданиях висит исчерпывающая информация по этому вопросу, по каким телефонам нужно записаться, какие вопросы, по каким вопросам необходимо обращаться в управление непосредственно. Человек должен записаться, его запишут на конкретный день и время, он должен подойти. Конечно, используя средства индивидуальной защиты, перчатки и маску обязательно. Наш специалист, который ведет прием и дежурит в управлении, то есть человек не проходит непосредственно в здании управления, это вот в начале, до прохода в коридор организован прием, стоит стол у специалиста. Специалист тоже в средствах индивидуальной защиты, это обязательно, маска, перчатки. Ну вот таким образом осуществляется прием документов, консультации. Просто когда мы были летом, там была, ну пусть небольшая, но все-таки очередь, и люди даже на улице ожидали, сейчас-то есть какой-то ажиотаж? В приемные дни такое бывает, к сожалению. Бывает. Ну, это случается не потому, что как-то не можем организовать мы, мы стараемся эту очередь как можно быстрее. Но, к сожалению, не все записываются, не все хотят идти навстречу, не все хотят читать те правила, которые есть, и, ну вот, сами себе создаем сложности. А какие новые выплаты в этом году осуществляются вот именно по линии управления социальной политики? В период пандемии, если мы говорим именно об этом, мы делаем акцент на этом периоде времени, то это единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей, она производится в беззаявительном порядке, то есть от граждан не требуется совсем ничего, даже подачи заявления не требуется следующим категориям граждан. То есть это те граждане, которые уже состоят у нас на учете, мы уже их знаем. Это малоимущие семьи с детьми, являющиеся получателями государственной социальной помощи в период с апреля по сентябрь этого года, и малоимущие многодетные семьи и семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. Вот эти категории, они все состоят у нас на учете, и все они имеют право на получение единовременно 5000 рублей. Это государственная поддержка именно в период пандемии. Кроме того, в этом же году была принята еще одна новая выплата, установленная по инициативе президента Российской Федерации. Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения. Прожиточный минимум на сегодняшний день 11 019 рублей. То есть, если доход не превышает эту сумму, то для назначения этой выплаты гражданин должен подать заявление к нам, никакие документы он прикладывать не должен, все запросы делает управление самостоятельно. И назначается выплата. Выплата составляет 5757 рублей. На сегодняшний день получателями являются свыше 2000 первоуральских семей. Сколько времени должно пройти с того момента, как он подал заявление, вы это все проверили, и человек уже должен получить выплату? Выплата назначается в месяце до 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения управления. То есть, если человек подал заявление в июле, у управления есть 20 рабочих дней, для возможности сделать все необходимые запросы и получить ответы на эти запросы, для того, чтобы определить, нужно этому человеку назначить эту выплату, или не имеет он на нее права. 20 рабочих дней проходит, пришли все ответы на все запросы, управление принимает решение. Допустим, назначить. Это уже у нас, если человек подал в июле, плюс 20 рабочих дней, это календарный месяц, это уже август. Соответственно, выплату он получит до 26 сентября. Вот таким образом. Все понятно. Вы говорили о многодетных семьях в самом начале программы. Число многодетных семей по статистике в России в целом растет. Касается ли эта тенденция Первоуральска? Пожалуйста, расскажите. Конечно. Конечно. У нас число многодетных семей тоже растет. Если мы будем сравнивать с 2017 годом, ну вот у меня на сегодняшний день данные на 1 декабря 2017 года у нас на территории было 1739 многодетных семей, то на 1 июля 2020 года многодетных семей 2218. Достаточно неплохо. Хороший весомый рост. В чем заключается поддержка многодетных семей со стороны управления соцполитики, опять же? Ну, управление соцполитики – это исполнительный орган государственной власти. Мы исполняем те законы, которые приняты в Российской Федерации и в Свердловской области как субъекте федерации. В первую очередь это меры соцподдержки, предусмотренные законами. Ежемесячное пособие на проезд, если все перечислить кратенько. Компенсация 30% расходов на оплату коммунальных услуг. Бесплатное обеспечение лекарствами и препаратами детей в возрасте до 6 лет в фармацевтических организациях по рецептам врачей. Бесплатное питание, завтрак или обед на каждого ребенка, обучающегося по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях. Бесплатное посещение областных государственных музеев, первоочередное предоставление детям мест в дошкольных учреждениях. Кроме того, что касается выплат. Для многодетной семьи, имеющей средний душевой доход ниже двукратной установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума, на ребенка до достижения ребенком возраста 3 лет определена выплата в размере прожиточного минимума. На сегодняшний день прожиточный минимум на ребенка 11 696 рублей. То есть до достижения возраста 3 лет многодетная семья имеет право ежемесячно получать вот эту выплату на ребенка. Кроме того, компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации, но в сумме не более 2000 рублей, тут есть определенные ограничения. Освобождение от налога на земельный участок. Ну и, наконец-таки, то, что делается только управлением и никем больше, областной материнский капитал для многодетных семей. На сегодня размер капитала составляет 141 227 рублей. Ну, тоже внушительная такая сумма. Хорошо. Спасибо вам за беседу. Спасибо телезрителям. Будьте здоровы, берегите себя. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова